приветствую всех друзья посмотрите как она сегодня обстановка это обстановка это ремонт наш антикварный магазин тут две мои красотки помогают мне территория большая и они вот здесь у нас выгуливаются потому что боимся выпускать на улицу ездит много машины чтобы вот этих вот красотой не сбила машина лучше пускай они гуляют здесь у нас на территории нашего склада и магазина территория большая работа предстоит много но вчера мы привезли одну витрину очень красиво из подсветка на каждом на каждой полочке я конечно сейчас все покажу и сегодня бюртбург едем еще с одной витриной она круглая вращающаяся это все для магазина вот так как у хуберта сейчас отпуск мы решили мы очень устали на самом деле и вот вот эти последние два месяца были очень тяжело для нас и мы решили все таки за эти вот три года съездить отдохнуть немного на пять дней и поэтому ждите от нас видео возможно они будут на канале полина антикварные находки я вам там все все покажу подробно незабываемые я думаю будут места и вам очень понравится но теперь поехали смотреть нашу витрину и забежим на наш склад вот видите друзья но к сожалению вот свет прям падает падает вот прям вот получаете как будто в зеркале ну неважно ладно посмотрите какие вот здесь подсветки на каждой полочке причем они с двух сторон вы видите вот это вот подсветка внутри вот темный фон и они нам дали я так предполагаю что это был магазин вот этим и хоберт все красил и мы накрыли наши уже полки для магазина вот такими чтобы их не попачки там уже стоит фарфор ну конечно в хаотичном состоянии но потом это все конечно будет регулировать такой бархатный серый фон два таких полотна и вот такой вот синий вот видите он атласный это тоже все одна отдельно сделано вот таком вот как это назвать дсп тонкая не знаю ну и есть вот конечно вот еще какие-то стекла это все вчера мы привезли такая красивая витрина это вот еще видите у нас здесь стоят полки которые тоже надо пока которых нужно бэбечка думаю я бэбечка красавица моя действительно у нас и мусор конечно но здесь повторяю что здесь идет ремонт пойдешь андеры блябинки так вот стоят просто они на месте еще но тоже очень замечательные шкафы и там тоже хаотичном порядке вы посмотрите что он делает смотрите что он делает вы видите это чудо он прыгает на меня на ходу ну что хобби ведь он готов уже к работе он уже работает здесь я не знаю наверное он будет доделать вот это вот здесь очень высокий наверное зима метр хоберт удации афир 4 метра высота что-то я разогналась и он будет сейчас хочет докрасить вот это вот часть но я говорю оставь так это же антикварный магазин кто смотрит недавно и повторяю что здесь был консервный завод хуберта ну его семьи то есть папа начинал папа завершил вот этого часть будет все сноситься это тоже будет углубляться туда дальше ну в общем вот так вот тоже круглая полка все это вот работает я думаю что отпуска нам конечно не хватит мы даже купили такие два манекена для антикварные вот эти вот одежды рубахи панталоны и еще наверное повесим такую веревку на таких деревянных прищепках будет висеть одежда как будто будет слушаться будете лет но это пока фланок пока мы только ну вот так шли мы вот такой другой блок и здесь опять ведь еще одна витрина она мне стояла дома мы ее вытащили это наверно для парикмахерска но нам для магазина будет очень хорошо пригодится вернее нужно здесь ведь у нас бокс с дровами для камина вот и вот остатки от полки в лирой бог бог и я не знаю нам пригодятся или нет это все конечно решает хоберт вот видите какое большое огромное помещение теперь пойдемте на наш склад здесь будем наводить порядок конечно мы будем здесь все убирать вот и да 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 вот это вот новинки про весь быстро я вам еще ничего не показывала вот мы попали на наш склад какой полки мы сегодня начнем я думаю что я хочу вам показать наверное вот пару или три полочки вот эти с небольшими предметами сейчас я соображу куда мне все это составлять что вам показывать либо перемещать как-то и и давайте тогда уже приступим чтобы меньше болтовни так вот такая вот прекрасная солоничка фарфоровая роскошным вот это вот сервиз это 60-е года эдельштайн и вот такая же видите сахарница цвет тиффани великолепный цвет и вот к нему есть вот такой вот кофейник к сожалению нет к нему чашечек но дело в том что мне есть чисто белый прям по форме по стилю очень 1 но похоже другая мануфактура правда ну можно в принципе все это сочетать вот такая вот красивая антикварная сахарница но это сахарница друзья смотрите какая такая тяжелая это 19 век и к ней есть чайник где-то в общем он стоит этот чайник очень красиво смотрите какой рисунок сирень и мне кажется это жасмин зацвел так далее а далее у нас вот такие вот два предмета и к этим предметам вот такой вот еще кофейник это такой знаете такой расширенный фарфор можно так назвать такой знаете он какой-то называется браширом и наверное поправьте меня цвета слоновой кости и вот на вне она выпуклой стороне это глянцевое золото получается а туда вот куда мало попала она получается как матовая но очень интересный эффект это мокосервис посмотрите какая какая красота но к нему нет чашечку вот только три предмета еще сейчас сразу чтобы вот видите вот такую вот красотку и к этой красотке чтобы мы сразу же не возвращались вот на другой полочке стоит вот такой кофейник прекрасный этот у нас сервис мне кажется до карте или чем тоже большой но повторяю где-то стоят еще и чашечки и вот такие ведь вот такой вот молочник и мне кажется где-то еще есть две чашечки это все мог а здесь стоят фигурки но об этом и потом так дальше давайте вот это уберем это вот сахарница который мы уже посмотрели гальваника серебра я кстати очень люблю и ниночка из прибалтики маша подписчица и клиентка она купила у нас шикарный просто чайник я может попрошу она пришлет фото этого чайника это гальваника серебра когда мы продавали он был просто черного цвета и вы не представляете как она его почистил я узнаю обязательно способ вернее она мне говорила но уже нужно искать переписку как это делать он невероятно хороший красив так что возможно я сюда вставлю фотографии того чайника далее вот такая вот тоже сахарница но мне кажется есть такой же чайник сейчас точно не помню но это вот тоже это арт-деко мне кажется двадцатые тридцатые годы вот это все есть такой сервиз вот это тоже сет сейчас глазами пробегусь где он стоит мне кажется не кажется я знаю точно что есть такой же кофейник и есть такой же так такая же сахарница вот вижу сейчас мы прям ведь будем перебегать видите какая красивая великолепный роскошный рисунок состояние цвет такой слоновой кости потрясающе просто ну и где то есть кофейник мы до него дойдем так наверное я уберу сюда и посмотрите на это чудо но какой же он красивый не помню вы знаете не помню если к нему кофейник возможно и есть там а может быть и нет но что-то третье было возможно это просто блюдо не знаю давайте посмотрим на на работу то есть вот это вот золото видите как будто бы оба дочкам я знаю что такая это алька это старая алька это первая половина двадцатого века на или скорее всего тридцатые сороковые годы современной техники это делается знаете как когда например фарфора или фаянс обматывается вот такой тончайшей проволокой или наносится такой рисунок и проволокой и пока фарфор или глина вот еще сырая она слегка вот так вот приклеивается я видела просто технику и когда это обжигается получается вот такие вот красивые вот бордюрчики вот такой такая красивая обрисовка скажем правильно вот и техника такая очень интересная и очень трудоемкая ну вот что-то было ну найдем друзья далее вот это мне кажется у нас сервиз а может я ошибаюсь не помню вот это для меня прям настолько на у меня давно и что это у нас ух ты какой-то клейму незнаком давайте перевернем посмотрим я же самой интересно стало дюрокот бавария я первый раз вижу такой вот и но такая нежная возможно она просто 1 когда-то она стоила 750 вот здесь даже ведь это был антикварный магазин какие-то изделия попали на фламаркт 1900 написано тридцать шестой год и стоило это 750 друзья куда мне поставить далее а далее это вот сахарница мне кажется я вам показывала в комплекте вот видите рисунок один вот с этим огромным кофейником он наверное где-то литра может быть полтора может быть два и что-то было у нас еще какие-то блюда ваза даже по-моему есть и вот кофейник цвета слоновой кости у это метро и это тридцатые годы друзьям так далее ну что это вот такая вот сахарница и мне кажется что ими это сет и есть такой же чайник я не ошибаюсь я знаю что точно у меня где-то есть мои чайники я вам сейчас подниму кофейники чайники стоят вот на той большой полке видите там важно в основном это антикварность кофейники так вот такая сахарница и повторяю что сто процентов к нему есть либо молочник либо без клейма есть кофейник далее смотрите какая роскошь посмотрите какие чашечки это 19 век без клейма середина 19 века вот на таких вот предметов часто не ставилась клеймо я не знаю почему но по почерку похоже что это коры тильж вот но как-то нам так кажется все это ручная роспись здесь и кстати 6 штук к нему вот давайте так загляну туда вот просто не помещается у нас крышечка она тоже очень красивым таким вот держателем для ручки ручка такая очень красиво на крышке сахарница и вот таких вот 6 штук возможно есть где-то здесь и молочник а молочник да тоже есть кофейник вот не знаю есть или нет антикварный красивый и состояние очень хорошая то есть без сколов без трещин так ну что передвигаемся я тут помелькая немного руками ну что делать переставлять куда-то не имеет смысла ах вот оно вот это чудо мне очень нравится это у нас вот такие вот антикварные чашки с блюдцами и по-моему они имеют две расцветки три или четыре чашечки вот с цикломенами достаточно такой плотный фарфор до 19 век и по-моему еще несколько чашечек тоже они идут да да с анютиными глазками друзья сейчас я вам их покажу достану так ничего не поломаем не переживайте вот видите или 33 получается такая весенние весенние букетики либо 44 не помню сейчас . и есть вот такой вот у меня сервис где то есть кофейник это точно это у эдельштайн обожаю эту на фактуру очень люблю какая-то она такая величественная к нему есть вот такие вот эти великолепные просто великолепные это двадцатый век с причем это первая половина двадцатого века ручная роспись и кобальт ну давайте смотреть кобальт есть вот такой красивый сервис сервис мока кобальт и мелкие мелкие сейчас я посмотрю какая мануфактура мануфактура лифты переворачивать не очень удобно к нему есть молочник то на эти чашечки прям вот как кофейный не мог вот видите такие достаточно большие я думаю что здесь миллилитров 100 точно есть и если вам видно вот есть молочник ну и больше чем уверена что где-то есть и кофейник что здесь у нас с такие вот красивые пепельницы с кобальтом я очень люблю кобальт у нас я уже говорила много раз что я родилась в узбекистане и тяга всему золотому меня это конечно наверно в крови ну а кобальт у нас присутствовал всегда у нас были очень красивые сюда посуду выпускалась фарфоровая смаркандская фабрика не так насколько я помню если возможно я могу ошибаться уже и она выпускала очень красивые сервиза ну конечно национальным орнаментом вот это вот хлопок и любовь кобальта у меня осталось конечно таком фарфоре вот как кобальте мы я и не видела и не предполагала у нас у меня было неплохое скажем как детство родители были обеспечены хорошая работа хороший дом достаток и я знаете удивлялась почему люди удивляются да как мы живем мне казалось это советское время даже было иногда стыдно приводить к нам в гости потому что у нас кто знает меня не даст соврать дом был полная чаша и а в то время то даже было стыдно что когда нас папа подвозил на машине 70-е годы в школе мы сразу папа не подъезжай нам не очень удобно ну вот такие были люди скромные те годы советское время но почему-то когда мы сбегали уроков вы избегали все время старались ко мне домой потому что было сюда что поесть и все такое вкусненькое импортная как-то уже рассказал но неважно да и я знаете как-то я не считал что я какая-то вот но я не видела этого всего но такого я действительно не видел хочу перебежать и показать вам эту сахарницу она мне так стояла здесь посмотрите какой рисунок как же называется вот эти вот забыла забыла как называется цветок подскажите они цветут вот у нас это голубой дождь на русский перевод в италии очень много они прямо знаете вот гирлянды полностью вот там какой-то там забор или ответственная стена покрывается и вот этим вот растения бывает розовый и вот такого фиолетового цвета забыла ну хорошо я посмотрю потом и мне кажется вот этот кофейник сейчас друзья перейду сюда есть я его здесь найду эти полки на мы с вами еще не изведали не обследовали нет пока этого кофейника не вижу но мне кажется похоже рисунок есть они не не покупались не вместе но мне кажется они очень похожи так ну что давайте теперь перейдем вот на эту полочку эта полочка не менее интересная и замечательная как действительно все опасно стоит но бог милого все ничего не разбилось так хотим хотим быстрее открыть что был порядок чтобы фарфор ассортимент большой магазина но думаю что магазин будет хороший кстати не сказала антикварный молочник очень красивые фиалки и ну что это ручная роспись это прям видно очень хорошо посмотрите какой красивый антикварный кофейник мне кажется к нему тоже что-то было видите вот такая вот красотка тоже ручная роспись посмотрите на эту красотка такая красивая сахарница есть только клеймо в тесте не клеймо а скажите как она называется серийный номер далее вот такой вот антикварный антикварный тоже молочник это тоже 19 век кстати мне кажется австрия а к надо посмотреть не знакомы это клеймо но сейчас я вам не смогу сказать прям вот прям точно что это такое так далее что настали то скоршали это уже вторая половина двадцатого века ну и заглянем туда посмотрите какой красивый мокосервис нет не помню если к нему чашечки возможно и нету ну хочу перелинуться вот сюда когда-то я покупала в социальном магазине когда еще ничего не понимала это винтажное обычное хорошие состояние покупала для быта стоило евро пятьдесят такой молочник это было когда я первый раз приехал в германию это же семь лет назад так красотка прям просто тоже трезин там невозможно не любоваться вы видите какой вот красивый рельефный рисунок есть такая же по моему бомбоньер к и есть нет кофейник плода а вот бомбоньер к по моему еще присутствует есть наличь очень это розенталь что-то у меня там кубер гремит а мне аж страшно и вот какие фиалочки вот что-то было тоже из этой серии может быть и нет очень много уже фиалок и сборкусь вот ручная роспись это шуман старенький такая вот небольшая небольшая такая ладья друзья вот какие красивые яркие такие темные фиалки это баройтер и по моему это восьмидесятые годы я не ошибаюсь вот красивый сарау я говорил уже об этом мануфактуре я в нее влюбилась ну во первых у нее невероятного качества фарфор во вторых все его прием ее предметы на самом деле они какие-то просто фантастические но все как я люблю такой стиль барокко и это еще то что это мануфактура не восстановилась после второй мировой войны и прекратила свое существование кстати карте лишь видите такой молочный может быть что то есть еще сорок пятом году ну то есть все предметы которые вот выходили до 45 года вы сами понимаете что осталось их уже очень очень мало не вещи те уже уникальные вот и конечно же когда я нахожу сарау и спасибо на день я уже не раз говорила благодарила ее за открытие этой мануфактуры очень красивым а лучше все смотрю и прям задумалась на какой же он красивый обратите внимание какой он весь прям выточен так друзья вот мне кажется что тут было подобное да вот чайник кофейник да точно это какой-то как же это успокаивает я не знаю если вот не это вот мое хобби на теперь это моя работа да и конечно же я это меня спасло от депрессии и вообще как-то знаете сгладила мои такие внутренние переживания очень помогло селесия молочник кофейник по мне вам уже показывала и посмотрите сейчас друзья без стойки я снимаю потому что со стойкой невозможно потому что хочет дотянуться а вот кофейник имеет трещинку видите прям чуть-чуть значит нам пойдет музей так друзья ну я не знаю как по времени что вам делать дольше видео вот мы успеем посмотреть вот эту полочку или нет давайте подбежимся поэты вот этому то что мы увидели я уберу а вот то что мы не видели посмотрите какая прелесть вот эта чашечка имеет оскол чашечки антиркварные с чертополохом такая красота такой кофейник нему по моему тоже есть что-то по моему это тоже сет остатки от сервиза такие вещи я покупаю даже отдельно когда они встречаются а вдалеке видите какая красота это у нас англия кофейный сервиз нежный прекрасный сейчас я покажу клеймо секундочку друзья я так рада что я его купила невероятно красив и вот пока радует только меня но это даже хорошо я люблю когда красивые вещи задерживаются меня чтобы можно было еще полюбоваться что это как-то вот это мне кажется тоже селеси и это полный сервиз поэтому я хочу его убрать вот видите наверху продолжение мы до него дойдем а вот в конце если вы видите какие красивые предметы мне хочется до них конечно добраться пойдем сюда без клеймо антикварный молочник и мне кажется это тоже какую-то остатки от сервиза еще один молочник друзья сейчас посмотрим привет дорогой хорошо что я залезла где у нас эта красотка мне кажется эту сахарницу забыть невозможно да вот она висе вот эта сахарница и к ней молочник 1920 год это тоже с антикварного магазина знаете здесь и бабочки какой же красивый сет вот надо мне сделать фотографии выставить telegram и в инстаграм и вконтакте вконтакте конечно у меня не очень разработанная платформа все ссылочки в описании написано видео под видео найти под видео есть где название такой маленький треугольничек как стрелочке показано вниз нажимаете и там сен под ссылки описание поэтому кто не знает приходить что тоже вот шума пойму что это сервис или что это такое вообще стекло антикварный посмотрите какая шкатулка для я использую вот такую одну шкатулочку для ватных дисков до чтобы протирать лицо чистить потом вот такая вот рюмочка кстати рюмочку надо убрать это аметистовое стекло я собираю такие красивые рюмочки даже если даже они а это французская даже вещь видите даже есть они по одному вот эти вещи кто знает да вот сейчас я вам покажу вы видите это накладное золото то есть это вот бралась пластина золото взвешивалась потому что к этим вещам всегда был сертификат я уже много раз говорила эти вещи безумно дорогие но мне попадаются все время вот тут здесь кстати я покупала все по отдельности и собрался меня вот такой уже видите четыре бокальчика вот эта штучка одна правда были у меня еще вещи их забрали теперь я конечно жалею что я их отпустила от себя потому что но вещи уникальные вот пластины золото плата золота как еще называют это антикварный сервис это тоже начало двадцатого века хочу долезть вот до этих то она скорее всего это блюдца тервите нет не буду долазить друзья посмотрите сколько у нас еще очень много неизведанного и вазы и часы и вот здесь а в коробках я вообще молчу у нас там антикварные антикварные супницы посмотрите какая красота какая красота сколько всего неизведанного и нам это все предстоит с вами разглядеть и вот эта полка еще тоже вам не показаны то что в коробках стоит тоже не показаны очень множество большое количество троек вот эти два шкафа забиты это все ассортимент для нашего антикварного магазина который мы надеемся к лету откроется надеемся это мы полочки уже с вами смотрели конечно многое стоит по сорта убранные сервизы в коробках ну и вот с этой стороны вот это мы все будем изучать друзья всем мира и добра очень всех люблю не теряйте меня потому что у меня будет небольшой отпуск как я сказала и еще начале июня так что пишите буду отвечать по возможности если что-то нужно хотите вам что-то понравилось лучше конечно писать в личку то есть либо в телеграм-канале в личку написать либо в инстаграм либо и на ютубе и попросите ватсап я дам обязательно люблю целую пока пока